В эфире информационно-музыкальная программа Радио Карачева Черкесии Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре пятница, 27 января, в студии Булду Байрамукова. И я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами и по традиции коротко знаменательных датах событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня Международный день памяти жертв Холокоста, День солнечного кофе в Исландии. В 1820 году была открыта Антарктида. В 1924 году в Москве был открыт Мавзолей Ленина. В 1944 году была снята блокада Ленинграда. В 1945 году советские войска освободили узников Освенцима. А в 1967 году космос был объявлен достоянием всего человечества. В этот день разные годы родились такие известные люди, как Немецкий философ Фридрих Шиллинг, русский писатель, прозаик, сатирик Михаил Салтыков-Шедрин, русский художник, мастер пейзажной живописи Архип Куинджи, норвежский химик и геолог Виктор Гольштмидт, советский писатель, поэт, переводчик, публицист и общественный деятель Илья Эренбург, американский психолог, один из основателей экологической психологии Джеймс Гибсон, советская и российская поэтесса, автор многих популярных песен Римма Казакова, советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион Борис Шахлин, советский и американский артист балета, балетмейстер Михаил Барышников, российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Марат Сафин. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь! Он ее не заметит, просто мимо пройдет, мимолетные взгляды не в счет, И она не успеет Что-то прорезнести С незаметной улыбкой пройти Вы счастливые дети надежды Этот призрачный мир белоснежный Будет так нелегко найти Две дороги, два пути Словно в косу запретить Как по вечному пути Звездным плыть рекой Где-то мы не вхожены Две судьбы похожие Только их соединить Очень нелегко Невозможно поверить В то, что трудно понять Можно целую вечность прождать Но он ее не отпустит И она не уйдет Мимолетные взгляды не в счет Вы счастливые дети надежды В этот призрачный мир безмятежный Совершайте первый полет Две дороги, два пути Словно в косу запретить Как по млечному пути Звездным плыть рекой Две тропы не вхожены Две судьбы похожие Только их соединить Очень нелегко Две дороги, два пути Словно в косу запретить Как по млечному пути Звездным плыть рекой Две тропы не вхожены Две судьбы похожие Только их соединить Очень нелегко Ольга Две репорт你在 comprehension Ты судьба Две репортаж Две ты что Информационно-мускульную программу Республика продолжает наша традиционная рубрика Две репортаж Репортаж. В ауле Абазакт Хабецкого района прошло мероприятие «Память нет границ», посвященное 20-летию со дня смерти российского политического деятеля, профессора, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки и заслуженного юриста Юрия Калмыкова. В мероприятии приняли участие учителя и ученики школ Хабецкого и Адыгихабльского районов. Репортаж Альбины Охтовой. Скромный и простой, отзывчивый и добрый Юрий Калмыков своей высокой внутренней культурой и порядочностью притягивал к себе людей и всегда являлся достойным образцом для подражания. Жить и сгорать у всех в обычае, но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда и к славе и величию своей жертвой путь прочертишь. Эти строки Бориса Пастернака как нельзя лучше отражают суть жизни Юрия Калмыкова, великого человека, жертвой, прочерчившего путь к славе и величию. Бессмертен народ, так как бессмертны его сыновья, ибо все лучшие качества черпают из своего народа. Бессмертно имя великого сына черкесского народа Юрия Калмыкова, ибо добрые корни родной земли дали ему редчайшие сочетания ума и совести, щедрое сердце и высокое человеколюбие. «Самое большое, что мы можем сделать для ушедших, это не превращать их в статуи и святых. Самое лучшее – приблизить к нам, свести с педестала на землю». И прошедшее мероприятие как нельзя лучше показывает, что говорить можно много, но главное – делать так, чтобы подрастающее поколение вырастало на примерах великих сынов своего народа, сказал на мероприятии заслуженный учитель республики историк Батал Дагов. «Время идет быстро. Перед началом этого семинара, мы говорим, 20 лет уже прошло. Оказалось, недавно это событие. Я был свидетелем первых минут после смерти Валихан Затовича. 16 января в Доме профсоюза было какое-то совещание, руководил покойный минер Борис Каджимурзович. Внезапно его позвали за кулисой. И когда он вернулся, лицами было на нем. И он объявил, что в минводах сейчас умер наш земляк Юрий Хамзатович. Надо было видеть зал. В зале были представители всех наций нашей республики. Действительно, несколько минут тишина была. Это говорит о том, что большой вес имел наш земляк Юрий Хамзатович не только в нашем районе республики, но и в государстве, и в мире. Я хочу обратиться к вам, вы все воспитатели. Образования без воспитания не бывает. И самым лучшим рычагом орудия является пример. Пример отца, мать, старших. Пример вот таких вот людей, которым мы гордимся Юрием Хамзатовичем Халмыковым. Нужно каждый раз, когда это возможно, особенно историкам на уроках и на воспитательных каких-то мероприятиях, обращаться к нашему земляку Юрию Хамзатовичу. Чаще вспоминайте наших великих земляков. Меняются поколения. Одни уходят, другие приходят им на смену. У каждой нации есть свои герои, легенды, которых боготворят и которыми гордятся, имена которых пронесут через века. Для адыгского народа одним из них всегда будет Юрий Халмыков. Само его имя стало символом борьбы и надежд, веры в справедливость и честность. Света, чем на самых трудных поворотах жизни и судьбы, отметила заслуженный учитель Карачаева Черкесии Лилия Асланукова. Чем нам близок? Мы все историки, я думаю, не только историки, мы еще и юристы в очень многих случаях. И вот юридическое образование, оно является как бы попутным, оно живет с нами. И мы никогда не можем уйти от того, чтобы не коснуться, не изучить тот вклад, который Халмыков внес в развитие Конституции. В девятом классе мы начинаем изучать Конституцию Российской Федерации. И уже отсюда дети обязательно должны познакомиться, что это основной закон нашего государства. И к этому закону, к его разработке, приложил свой ум, приложил свое сердце именно представитель нашего народа Калмыков Юрий. Это очень важно. И еще, оно имеет всегда у нас продолжение. При изучении истории Отечества мы всегда касаемся этих моментов. А в общесознании особенно идет изучение гражданского права. И не коснуться, не упомянуть Конституции Калмыкова, мне кажется, это будет просто преступлением для учителя. Поэтому мы всегда вот как-то обращаемся к нему. Я думаю, наверное, больше всего к его опыту, к его труду, к тому, что он сделал для нашего народа. Больше всего прикасаемся именно мы, историки. Поэтому я благодарна. Если бы я знала, что вот такая будет тема, вот такое мероприятие, я бы обязательно с собой привезла несколько девятиклассников, которые сейчас, вот именно сейчас, мы изучаем эти темы. Так что мы постараемся посетить еще раз и ваш музей, и вашу школу, и все время будем помнить о Юрии Калмыкове. И все время мы обязаны изучать то, что он сделал, и то, что он оставил нам. Юрий Хамзатович Калмыков был человеком, для которого святой была любовь к многострадальному черкесскому народу. Человек, который чужую боль воспринимал как свою. Человек скромнейшей души и благороднейших поступков. Он был добр и снисходителен к тем, чья боль за общие интересы неподдельна. Он был человеком с обостренным чувством справедливости, отметила в своем выступлении руководитель кружка «Отчизна Дома детского творчества Адыгихабарского района» Светлана Мазукабзова. Сегодняшнее мероприятие очень важно и полезно для воспитания подрастающего поколения. Конечно, это была большая утрата. Просто так невозможно вспоминать о короткой жизни такого славного человека-глыбу, как был Калмыков Юрий Хамзатович. Сегодня на мире просвещения, воспитания мы должны, конечно, больше внимания уделять замечательным людям нашего народа. Своим землякам, которые нас окружают и окружают в наших населенных народах. Я неоднократно привозила, привожу детей разных лет, со временем открытия. Я знаю, что это большой след оставляет в душе каждого ребенка. Вот последний наш приезд 28 декабря, начало каникул у нас было. Мы видели, что дети, затаив дыхание, слушали этих очень умных, славных экскурсоводов. Спасибо школе, спасибо администрации, спасибо нашим детишкам, которые через себя пропускают. Они помнят, что в их маленьком черкесском ауле родился человек мирового масштаба. Мы останавливались на тех качествах его, именно чести, достоинства, справедливости, которым обладал Юрий Хамзатович. Что для него, мы подняли даже дневник в старнике, который в этом музее, что целью его жизни была не нажить богатство, не выстроить хоромы. Я не знаю, для него было самое главное человечность, порядочность, интеллигентность, ту природную мудрость, что передали его родители. Вот таких людей сегодня как никогда не хватает нашему обществу. И вот здесь мы смотрим слова Шагенова. Я и детям говорила, может в колыбели, я говорю, ребята, ставьте перед собой цель, вот этого достигнуть. Вам все будет по плечу. Надо ставить цели и добиваться своей цели, и равняться на лучших людях нашей страны, нашего народа. Мы гордимся, мы должны гордиться, мы должны равняться, мы должны помнить и растить детей, чтобы материальное не брало верх над моральным, чтобы были дети наши честны, порядочны, справедливы, доброжелательны, чтобы они выросли у нас патриотами. А патриотизм начинается с каждой семьи, вот дома. Мы должны помнить свою родословную, свои истоки и равняться на лучших людях своей семьи, своего рода, своего аула, своего народа, своей страны. Вот тогда из нас выйдут. Конечно, надо и вспоминать слова Островского, которого сегодня, к сожалению, я не литератор, но я особо не вижу, чтобы бесценно не были прожиты в нашей жизни, каждого из нас, чтобы у нас были высокие идеи, чтобы мы были востребованы обществом, страной, чтобы мы гордились своими корнями, своей страной. Мира, добра. Начальник отдела образования Хабиевского района Жанета Туаршева выразила слова благодарности всем участникам «Круглого стола». Она отметила, что имя Юрия Хамзатовича Калмыкова стало широко известным в стране благодаря его активной и успешной государственной деятельности. Будучи ученым, цивилистом, педагогом и организатором, он успешно реализовал все свои навыки и способности в эффективной работе на благо государства и народов. То, что одна из школ Хабиевского района носит его имя, вызывает у детей еще больший интерес к общественной деятельности Юрия Хамзатовича. Сегодня мы собрались отдать дань памяти в школе, сцены которой еще помнят своих замечательных выпускников. В январе ежегодно ходят встречи, посвященные памяти ведающегося российского политического и общественного деятеля, великого человека, адыга, юриста, сына черкесского народа Юрия Хабзатовича Калмыкова. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить человека, который стал символом мудрости, порядочности, человечности, безграничной любви к самим народу и Отечеству Юрия Хамзатовича Калмыкова. Мы всегда будем чтить память этого человека, нашего земляка, помнить о его значительном вкладе в дело сохранения мира и стабильности в нашей республике. Федератическое сообщество Хабецкого района придает большое значение воспитанию молодого поколения на примере выдающегося этого человека, юриста Юрия Хамзатовича Калмыкова. Его имя, его дела всегда будут примером подлинного патриотизма и верности своему народу для подрастающего поколения нашего народа. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия, пожелать близким и родным Юрия Хамзатовича Калмыкова, учителям, учащимся в школе крепкого здоровья, больших жизненных сил и творческих успехов. Все выступавшие на это мероприятие особое внимание уделяли общественной работе Юрия Калмыкова. Юрий Хамзатович прожил недолгую жизнь, всего 63 года, но его научная и педагогическая деятельность были весьма продолжительными и интенсивными, отмечали докладчики. Он многое успел. Стал доктором, профессором, заведующим кафедрой, ректором, заслуженным деятелем науки и заслуженным юристом России. Он написал более 10 монографий и около 200 научных статей. Каждый из присутствующих говорил о нем с особой гордостью. Его вспоминали как человека с безгранично широкой душой и открытым сердцем, в котором удивительным образом сочетались такие качества, как профессионализм, мудрость, справедливость, благородство и гуманность. Присутствующие отмечали, что Юрий Хамзатович был поистине счастливым человеком, имея великолепную семью. Где беззвезды несутся клином, а за ними течет река, уплывают след за ними дни и ночи и облака. Люди мимо меня проходят, только бы до конца со мной. Солнце с нас в глаза не сводит, перешептываясь луной. Лей, 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 жарей, вывей все скорей, чтоб тут гром просохла. Лей, ветром вновь забей, я скажу тебе, все не так уж плохо. Все приходит из ниоткуда и скрывается в никуда. Но единственное чудо, то, что ты со мной всегда. Я забуду, что было в моде и не вспомню ни снег, ни сной. Пусть все мимо, пусть проходит, если ты до конца со мной. Лей, 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 жарей, вывей все скорей, чтоб тут гром просохла. Лей, ветром вновь забей, я скажу тебе, все не так уж плохо. Время бьет стекло, ты скажи ему не жди. Сколько лет прошло, не важно, если жить в любви, жить в любви, жить в любви, я... Лей, 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 жарей, вывей все скорей, чтоб тут гром просохла. Лей, 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 жарей, вывей все скорей, вывей все скорей, чтоб тут гром просохла. Лей, 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 ветром вновь забей, я скажу тебе, все не так уж плохо. Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». На календаре пятница, 27 января. Вчера в Черкесске в шахматном клубе прошел турнир среди школьников в памяти почетного гражданина республиканской столицы Рафаэля Погосовича Никогосова. Напомню, что мероприятие проводится в рамках месячника оборонно-массовой спортивной работы. Подробности в материале моего коллеги Умара Тикеева. Необходимо отметить, что это не первое мероприятие, которое проводится в республиканской столице в рамках месячника, который стартовал 23 января. В недавно открытом шахматном клубе было многолюдно. Учащиеся школ шумно обсуждали текущую ситуацию в игре, и как всегда, большинство подсказчиков временами давали грамотные советы начинающим шахматистам. Еще до официального открытия ребята сыграли по несколько партий, по переменам меняясь друг с другом. Старт турниру дал руководитель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Мэрии Черкеско Александр Бондаренко, который вначале сказал несколько слов о Рафаэле Никогосове, памяти которого посвящен турнир. Я с удовольствием приветствую наших школьников в нашем новом открытом недавно совершенно шахматном клубе на турнире по шахматам, который мы будем проводить. Турнир у нас проходит в рамках месячника спортивной обороны массовой работы, который посвящен памяти почетного гражданина города Черкеско Никогосова, Рафаэля Погосовича, который тоже очень любил шахматы. Я думаю, что он бы порадовался тому, что столько детей, столько юных талантов у нас собрались в клубе. Хочу пожелать всем, конечно, успехов. Понятно, что это спорт, победитель будет один, но тем не менее, желаю всем хорошей игры, от судей справедливых решений. Естественно, любите шахматы, занимайтесь, всего самого наилучшего. Директор Центра военно-патриотического воспитания молодежи Мухаммед Экзеков вкратце рассказал о месячнике, который проходит в Черкесске и пожелал ребятам найти свой стиль в этой увлекательной игре. Дорогие ребята, проходит ежегодный месячник спортивной и оборонно-массовой работы. 23 января мы торжественно открыли это мероприятие. Вы присутствуете на таком красивом мероприятии, которое называется шахматный турнир. Я вам желаю успеха. Хочу, чтобы параллельно с шахматами вы не забывали, что самое главное ваше предназначение это достойно учиться, быть достойными гражданами нашей республики, а там, наверное, и Российской Федерации. Центр военно-патриотического воспитания молодежи проводит много мероприятий в рамках месячника и без месячника мы проводим много мероприятий для вас. Двери этого образовательного учреждения всегда открыты для молодежи. Приходите. А в рамках месячника, я вам хочу сказать, вот таких турниров мы проводим. По плану записано 26. Кроме этого, представьте себе, что в каждой школе тоже свой план мероприятий. И я думаю, что мы, если воплотим эти мероприятия, то вопрос постановки «мы патриоты или не патриоты» само собой снимется. Желаю вам успеха и пускай победит сильнейший. В свою очередь, главный судья соревнований, международный мастер по шахматам Сергей Чащев объяснил участникам турнира правила и приступил к своей непосредственной работе. По данным судей, в мероприятии приняли участие 37 школьников. Играете чуть-чуть по-другому, в каком плане. Девочки будут играть отдельный турнир, они будут награждаться грамотами кубка. Остальные юноши всех возрастов вы будете играть в общем турнире швейцарская система, но будет у вас две группы для зачета. Потому что у вас будет два отдельных кубка, вы там соединены по возрастам, будете потом разбиты, но играете общий турнир. Вы к этому привыкли, вы это знаете, что такое. Турнир играется в один день, процедуры знаете, я буду когда объявлять пары, будете садиться вот так с змейкой. Сыграли партию, подошли вдвоем, результат объявили. Первые называемые в паре играют белыми, кто первый назван, потому что новенькие есть ребята, нам очень приятно, что сегодня много новых участников. Мы рады, что вы здесь, и мы надеемся, что вы дальше будете также во всех мероприятиях принимать участие, что связано с шахматами. За игрой своих подопечных пристально наблюдал тренер, учитель центра образования номер 11 Черкесска Магомед Дженебеков. Тренер отметил, что юные шахматисты усердно готовились к турниру. Кстати, в его кружке занимаются около 30 учащихся. Мы представили троих детей. Это мы заранее проводили шахматный турнир внутришкольный, посвященный месячнику. Те, которые победили, они, как бы сказать, пришли на это соревнование, они к этому заготовились, как они сами, дети говорят, ночью спали, переживали. Но я надеюсь, что они сыграют достойно, и они себя покажут в лучшем виде. То есть и поведение, и грамотная игра, и, конечно, достойный результат. Шахматами мы занимаемся уже 6 лет в школе. У нас свои доски есть, то есть мы играем, то есть это входит, как бы, в неурочное время. Дети приходят, играют. Час-полтора, ребята играют тихо, спокойно, радуются этим играм. И я вам хочу сказать одно, даже помогает не только шахматам, даже математически этот самый ум складывается. Они сразу запоминают все. У нас есть интернет, мы по интернету следим за шахматами и турнирами. Где нам не ясно, мы обращаемся по интернету. Также знаем, кто, какие шахматисты, как играют. Приятно было наблюдать за игрой чемпиона Карачаевой Черкесии Алана Табиева, подопечного Магомеда Дженебекова. Алан играет в шахматы и всерьез занимается этим интеллектуальным видом спорта с раннего детства. Любовь к этой игре ему привил дедушка. Шахматы – это моя жизнь. Не без гордости заметил молодой, но в то же время весьма опытный игрок. Вообще, я занимаюсь шахматами с четырех лет. Как я пошел в первый класс, меня взял к себе Акбаев Казбей Концорович. И вот с того времени я хожу к нему на шахматы. И решил тоже поучаствовать в этом городском турнире. Всегда везде участвовал. В основном я чемпион КЧР. Во многих городах был, выигрывал. Конечно, были и третьи места, но в основном первые и вторые. Это развивает мышление, быстро думать. Вообще, шахматы – это жизнь. Оно все развивает в человеке. Я считаю так. В основном для этого надо пять-шесть лет, но я за четыре года уже научился лично играть. Меня подтолкнул мой дедушка с детства. Я не знал, как в них играть, но я просто любил ими ходить. И с этого дедушка начал меня приучать. По итогам турнира первое место среди девочек заняла Элина Хуранова из девятой гимназии. Среди старших юношей первое место у Германа Кречетова, также из девятой гимназии. И победителем среди младших мальчиков стал Ахмед Даулов из восьмой школы. Всех победителей и призеров наградили кубками и грамотами. Эфир Республиканского радио продолжит наша новая рубрика «Кавказ сегодня». Главные события в жизни регионов Северокавказского федерального обруга в материалах корреспондентов информационно-аналитического портала «Кавказ Тудей». С ними вас познакомит мой коллега Умар Тикеев. Кабардино-Балкарская республика. Противодействие преступлениям и угрозам террористической направленности определено приоритетной задачей для МВД по Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. На территории Сирии на стороне ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации, воюют и выходцы из Кабардино-Балкарии. «Нельзя допустить, чтобы приобретенный ими кровавый опыт они перенесли в наш регион», сказал глава республики Юрий Коков на расширенном заседании коллегии МВД. Отмечается, что главными задачами станет выявление и привлечение к ответственности лиц, занимающихся вербовкой и пропагандой радикальной идеологии, контрпропаганда в интернете, перекрытие каналов финансирования боевиков, а также усиление миграционного контроля. Юрий Коков настаивает, что работу необходимо проводить точечно, высокопрофессионально и на упреждение. Дагестан Министерство по национальной политике Дагестана объявило конкурс на лучший школьный музей, работающий по этнокультурному просвещению и патриотическому воспитанию. Конкурс проводится в рамках проекта «Азбука Дагестановедения». Участникам состязания необходимо подготовить видеопрезентацию, виртуальную экскурсию по музею, принять участие в конкурсе экскурсоводов и представить в текстовой форме рассказ об истории музея, экспонатах и перспективах развития. Как сообщает пресс-служба Министерства, победители конкурса будут поощрены. Музей, использующий современные методы формирования экспозиции с элементами интерактивности, получит особый приз. На полях конкурса состоится семинар для руководителей музеев по проблемам современного музейного дела. Мероприятие проводится в рамках реализации федеральной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России до 2020 года». Ингушетия Комитет по экологии и природным ресурсам региона организовал официальное открытие года экологии, которое состоится 28 января этого года, сообщает пресс-служба ведомства. В релизе уточняется, что церемония состоится в 9 часов утра в Центре культурного развития Ингушетии. Будут присутствовать высокопоставленные чины и артисты. Экоактивисты представят свои проекты и идеи по сохранению природы. Также выступят экологические инспекторы со своими презентациями. В России 2017 год объявлен годом экологии. В рамках этой тематики в Ингушетии планируется строительство различных производств по утилизации и хранению отходов. высадка десятков тысяч деревьев, обустройство родников и так далее. Карачаево-Черкесская Республика Разработка документации в рамках реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, начата в Карачаево-Черкесии. Проект разработан Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и рассчитан до 2022 года. Совещание, посвященное реализации проектов в Карачаево-Черкесии, провел руководитель регионального министерства Евгений Гордиенко. Проект предусматривает благоустройство придворовых территорий, многоквартирных домов, а также парков, скверов и центральных улиц, относящихся к муниципальным территориям общего пользования, передает Пресс-служба главы правительства региона. В настоящее время продолжается разработка региональных и муниципальных программ, создается рабочая группа и межведомственная комиссия для реализации данного проекта, говорится в сообщении. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что финансирование проекта увеличат с 5 до 20 миллиардов рублей. На благоустройство парков и скверов направят еще 500 миллионов рублей. Северная Северная Осетия Алания В Северной Осетии на базе государственного университета имени Хитогорова создали региональную ассоциацию иностранных студентов. Благодаря этому молодые люди, приезжающие на учебу из других стран, смогут лучше адаптироваться к жизни в республике. Ассоциация создается впервые на базе нашего университета. Она в частности способствует созданию культурного и гуманитарного обмена между студенческой молодежью России и зарубежных стран. Поэтому участие в этом проекте очень важно для Северостинского ВУЗа, рассказал исполняющий обязанности ректора Алан Угоев. Договоренность подразумевает под собой со стороны ВУЗа набор иностранных абитуриентов, экскурсии для знакомства заграничных студентов с историей и культурой Северной Осетии, а также помощь в адаптации и психологическую поддержку. Ассоциацию в Россию создали по инициативе самих иностранных студентов при поддержке вузов и Минобразования России. Чеченская Республика Ростуризм пригласил путешественников принять участие в первом международном гастрономическом фестивале «Шашлык-машлык», который пройдет 22 апреля в Грозном. Федеральное агентство по туризму выступило организатором этого фестиваля совместно с правительством Чеченской Республики. К участию приглашены ведущие кулинары из Чеченской Республики, Республик Северного Кавказа, Средней Азии, Ирана, Болгарии, Испании, Армении, Грузии, Азербайджана и других регионов, известных своими богатыми традициями приготовления мяса на углях. Посетителей фестиваля ждет насыщенная программа. Вниманию туристов предложат дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, состязания между командами на лучшие блюда, а также выступления национальных, музыкальных и танцевальных коллективов. Кроме того, в рамках гастрономического мероприятия состоится большой галоконцерт русского радио, турниры по национальным и традиционным видам спорта, а также многое другое. Напомним, что ранее шашлык-машлык был запланирован на 8-9 октября прошлого года, однако фестиваль был перенесен по неизвестным причинам. Ставропольский край. В целях снижения числа ДТП в регионе установят дополнительно 270 камер видеонаблюдения, сообщил руководитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. В автоинспекции уже определили конкретные аварийно-опасные участки дорог, где будут располагаться новые камеры. Все предложения по инвестиционному проекту направлены в правительство Ставропольского края. «Мы надеемся, что не будем отставать от Карачаева-Черкесии, от Адыгеи, где такие средства уже работают в полном объеме», сказал Алексей Сафонов. Уже два года пытаются ввести в данную систему видеонаблюдения на Ставрополе, однако, прошлые попытки системами «Автодория» и «Кречет» не увенчались успехом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня». Новости политики, экономики, общества, культуры, спорта, туризма. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Актуальные интервью и комментарии экспертов. Кавтодей.ру Больше эксклюзива, больше подробностей. Свидетельство о регистрации СМИ Л-77-631-93 от 6 октября 2015 года. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах слабый снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 10. В горах минус 10, минус 15. Слабая лавина опасность. На дорогах снежный накат гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра опустится до минус 6. На этом информационно-мускальная программа радио Карачаево-Черкесии Республика подошла к концу. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации. Звукорежиссер и оператор монтажа Ансар Кубанов. В студии работала Болду Байрамукова. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова